Посмотрите, как соотносятся отрезки M, E, E, N. Я уже намекал на это, но вы почему-то все никак не замечаете. M, E разделить на E, N. Посмотрите, и все стоит понятно. Во сколько раз различаются эти два отрезка? Точку тоже обозначу чем-нибудь. Теперь можете сказать? Как соотносятся отрезки M, E и E, N. Хотя удивительно, почему вы это не понимаете. У вас есть такой треугольник M, N, K. И в этом треугольнике есть отрезок G, E. Смотрите, что вы знаете. Вы знаете, что отрезок G, E лежит на диагонали. А диагональ параллельно этой стороне. Это значит, что на самом деле отрезок E, G параллелен отрезку N, K. E, G параллельно N, K. Значит, чему равно отношение M, E, E, N? Когда вы делите этот отрезок на M, M, G, H. Почему? M, K, P, K, F, 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 F, K. Здесь Y, здесь во столько же раз больше. Вызывается теорема Фалеса. Вот этот отрезок во столько же раз отличается от этого, во столько раз отличается этот от этого. M, E, K, E, N – это то же самое, что M, G, G, K. Отлично. Кто мне теперь продолжит это равенство на основании того, что вот эта прямая параллельно вот этой прямой? Давайте я поставлю сюда ручку O. M, G относится к G, K как что?